Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать очень нежный, как мне кажется, красивый альбом для маленькой принцессы по имени Машенька. Для этого альбома я выбрала набор бумаги Little Bunny. Когда-то я уже работала с этим набором, но альбом делала гораздо меньше, 20 на 20 сантиметров. У этого же странички 23 на 27 и в обложке он еще существенно больше. Для обложки я выбрала два вида ткани. Это вот такая нежнейшая розовая с белыми птичками, веточками, клеткой. И еще одна розовая, немного более насыщенного цвета, в очень мелкий белый горошек. Вместе они замечательно сочетаются, хотя я их покупала в свое время для разных проектов и в разное время. Разделительную строчку я украсила белым кружевом и оно отлично соединило эти два вида ткани. Также для украшения обложки я использовала чипборд из этого же набора. Вот такой вот ажурный чипборд, рамочку, надпись, фишку, рамочку гипсовую, цветы тканевые и бумажные. Здесь у меня тоже чипборд, а здесь очень красивая салфетка от Агиарт. Она нежно-зеленого цвета, такая же, как и вот эта вот подложка. Также здесь у меня самодельные высечки, пайетки, шифоновые цветы и немного бисера. В этот раз в качестве застежки я выбрала не кружевную завязку, не шебби-ленты, а магнитный хлястик. Давайте я вам покажу, что внутри у этого альбома. Первая страница посвящена фотографиям до рождения. Уже по ней можно увидеть, что в этом альбоме я использовала не только бумагу Little Bunny, но и несколько листов из набора «Сиреневые мечты». На мой взгляд, эти два набора хорошо сочетаются и их вполне можно использовать в одной работе. Здесь тежик, можно сделать какие-нибудь записи. Вот такая вот веревочка полосатая, чип-борд, как и на обложке бумажные, шифоновые, кружевные цветы и вот такая же салфеточка. Также здесь я еще использовала две вот такие веточки, зеленую и крафтовую. Это разные ножи, они очень универсальные, я их с удовольствием применяю, потому что они добавляют изящности и легкости практически в любую работу. Правая часть украшена двумя видами кружева и закрывается на прозрачный анкер, потому что здесь тоже ажурный кармашек с карточкой. А еще здесь спрятался конвертик, в который можно разместить несколько дополнительных фотографий. Второй разворот посвящен рождению. На левой стороне расположены метрики с именем, датой, временем, ростом, весом, все как полагается. Также здесь вот такая замечательная девочка-принцесса, для которой я сделала юбку из розовой сеточки. В качестве украшения использовала такую же салфетку, только уже из крафтовой бумаги. Эмбосинг белый на кальке и вот такой вот золотой тоже на кальке. Очень красивый нож, весенняя веточка, цветы. И добавила гипсовый скворечник, который, по-моему, отлично символизирует прибавление в семействе. Здесь большой карман, украшенный кружевом, в который вставляется еще дополнительная книжечка с чипбордом. Она распахивается так. И еще здесь две раскладушки для фотографий, на которые я поставила штампиком вот таких вот нежнейших розовых зайцев. Как можно сразу догадаться по надписи, на правой страничке спрятаны мамины сокровища. Однако до них еще нужно добраться, давайте посмотрим, что сверху. А сверху вертикальная фотография, надпись девочка, плоский цветочек, дотсы. Все это завязано на хлопковую веревочку. Здесь также у меня бисер двух видов. И тот, и тот розовый, однако один прозрачный, а второй жемчужно-розовый. Чипборд, высечки. Эту салфетку я использую вообще практически на каждой страничке. Она замечательно украсила мой альбом. Также обратите внимание, как здесь я интересно использовала еще один нож от Агиард. У меня была высечка-восьмерка, посвященная 8 марта. Но я ее вовремя не использовала, и поэтому разрезала пополам. И нижняя часть восьмерки у меня пошла сюда, а верхняя, которая поменьше сюда. И получился такой дополнительный элемент декора. Развязываем. И смотрим, что внутри. А внутри еще дополнительно фотография, карман. И вот такие вот еще объемные кармашки для обирки, локона и зубика. Вот эта раскладушка откидывается так. Здесь дополнительно фото, а здесь в кармашках спрятаны карточки. Следующий разворот тоже необычный. Давайте рассмотрим его подробнее. Начнем с левой стороны. Здесь в качестве декора я использовала вот такую карточку, поверх которой наклеила чипборд. Использовала несколько интересных ножей. Здесь вот такой у меня папоротник спрятан. Весенняя веточка. Причем здесь она у меня целиком. А здесь маленькие цветочки, которые вырубаются дополнительно вместе с ней. Ну и, конечно же, моя любимая веточка травинка. Самодельные высечки. Вот такая самодельная бабочка, которая двойная. И крепится она на братс. Смотрите, здесь еще вот такой круг есть с облачком. Но на самом деле это не просто солнце. Потому что этот круг прострочен вот так вот снизу. А сверху есть вход. И здесь отстатная пленка. Сюда, в это солнышко, будет вставляться медаль, на которой написано «Рождена в Санкт-Петербург». Потому что этот альбом поедет именно в Санкт-Петербург. Эта левая сторона еще зарязывается на шифоновую ленту. И раскрывается вот так. То есть здесь еще есть дополнительное место для фотографии. Здесь. И здесь вот такая вот большая раскладушка, которая открывается вверх и вниз. Правая сторона посвящена водным процедурам. Здесь надпись «Буль-Буль». Желтый утенок на фишке. Пузырики. Вот такая очень красивая нежная завитушка. И здесь не просто фотографии, а рамочки, в которые эти фотографии будут вставляться. Помимо этого, для увеличения объема альбома, здесь спрятаны еще две дополнительные книжечки для фотографий. Вот такая в сиреневый цветочек. И в сиреневые полосочки. Следующий разворот. С левой стороны две рамочки. Нижняя для отпечатка ножки, а верхняя для отпечатка ручки. Край я украсила кружевным нежным бордюром. И все это завязывается на веревочку. Развязываем. Здесь кармашек с карточками. А здесь раскладушки для фото. Это открывается так. А это вверх и вниз. В качестве украшения я здесь использовала фишку с надписью «Сладкие сны». Гипсового мишку, высечки. Вот такую вот милую салфетку. И нежнейший бантик. На правой страничке только одна фотография. Вверх и вниз, которые я украсила вот такими вот вензелями. За фотографией спрятались две карточки. В качестве декора я здесь использовала очень красивую гипсовую рамочку. Чипборд-коляску, самодельные высечки. Кусочек хлопковой ленты. Надпись «Здравствуй, мир!» Кружево. И маленькие цветочки. Основная интересная деталь этой страницы в том, что здесь спрятан блокнот. Обложку я сделала с плоским декором, чтобы его можно было удобно убирать. Это блокнот с мамиными заметками. Вот так выглядит первый форзац. Надпись «Мамины заметки». Здесь меня зовут. Я родилась. Была похожа. Здесь график роста. С этой стороны мои достижения. Мои зубки. Я говорю. Дальше идет линовка, где можно сделать свободные записи. И на последнем форзице я сделала кармашек. А этот разворот напротив рассчитан на размещение большого количества фотографий. С этой стороны две вертикальные раскладушки, под которыми спрятан карман для дополнительных фотографий. Закрывается на прозрачный анкер. Здесь круглая гипсовая рамочка, чипборд, эмбосинг на кальке, конечно же ножи-веточки и вот такой фоновый нож, который я очень люблю и в силу своей универсальности использую очень часто. С этой стороны интересная конструкция. В этот карман вставлены две карточки для фотографий. Они двусторонние. Так и так. А с этой стороны спрятана еще одна книжка, которая рассчитана на восемь фотографий. Мостик я украсила с двух сторон хлопковым кружевом. Сделала здесь шейкер с переливающимися пайетками, гипсовые фигурки, надпись «Время для игры», ажурная веточка, вот такие вот листочки и мои любимые веточки травинки. Ну и заключительный тоже очень вместительный разворот. Здесь вертикальная раскладушка. За овальной рамочкой и ажурным бандом прячется магнит, который ее держит. Раскрывается так. И здесь карман с карточкой. Горизонтальная раскладушка. Закрываем. Для украшения я использовала салфеточку, нож-шиповник. Он недавно мне пришел, и я теперь его с удовольствием использую. Вот такая вот зайка в маминых бусах и больших туфлях. И надпись «Цветочек». Также вот во всей этой части спрятан большущий тег, на который можно разместить до 4 фотографий. Вся эта левая часть откидывается, она держится на прозрачном анкере. Здесь карман. У меня размещено 2 карточки, но можно расположить гораздо большие фотографии. Здесь тоже карточки и конверт для дополнительных фотографий. Традиционно на последнем форзаце я сделала еще карман. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать. Надеюсь, он вам тоже понравился. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok